Поможем получить военный билет, отсрочку от армии и от мобилизации. Армии.нет. Ссылка в описании. Здравствуйте, дорогие друзья. На связи Юрий Садидельманов. И сегодня мы поговорим про то, какая уголовная ответственность грозит военнообязанным, если не пойти в армию. Подписывайтесь на мой канал. Обязанность каждого гражданина, состоящего на учете в военкомате, указывать на безусловную необходимость явиться в назначенное место по повестке для последующего прохождения военной службы. Отказаться воевать в 2023 году по личным убеждениям и без наличия подтверждающих данные основания документов не принимается во внимание и расценивается как симуляция. Уклонение без наличия уважительной причины грозит серьезным последствиям, а именно административное взыскание, штраф в размере до 200 тысяч рублей. Или взыскание дохода, виновного за суммарный период полутора лет до месяца осуждения. Дисциплинарные обязательства, принудительные работы на двухлетний срок. Уголовное наказание, лишение свободы до двух лет с помещения в тюрьму общего режима. Не располагая уважительной причины, на практике потенциальными призывниками игнорюются до четырех повесток. Далее человек уже будет преследоваться. Законом, как лицо умышленно уклоняющийся от прохождения военной альтернативно-гражданской службы согласно 328 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подделка изготовления или оборот поддельных военных билетов. Действующие нормативные акты правительства РФ не предусматривают покупку военного билета, предоставляющего освобождение от первых очередей призыва в военное время, либо отмечающие абсолютную негодность и гарантирующую бронь от армии. В комиссариатах не единожды были зафиксированы моменты, когда на работников военкомата возлагалась ответственность в рамках статьи 291 Уголовного кодекса. Дача взятки напрямую или через посредника наказывается штрафными санкциями. Денежное удержание в размере до 500 тысяч рублей. Взыскание в диапазоне от 5 до 30-ти кратного размера суммы полученной взятки. Наказание в виде исправительных работ до двух лет с лишения права заниматься определенной деятельностью. Принудительным трудоустройством на срок до трех лет. Каждый случай с подсудностью рассматривается судей индивидуально и утверждать, что именно будут инкриминировать прокуроры сложно. При нарушении установленных правил в отношении участников небезопасной процедуры, включая заказчиков, должностных лиц и посредников, также будет применяться статья 327 УК РФ сотрудники и следственных органов. Хорошо изучила данную ситуацию, а также пересекает подобные ситуации с выдачей военных билетов с категорией В и Д. Правовое поле четко разграничивает понятие уклонистов от прохождения военной службы любого рода афера подлежит справедливому наказанию. Следует принять во внимание, что, имея на руках особенный военный билет на протяжении шести лет, возможная выдвинутая ответственность за уличение противоправных действий не наступит по истечению срока давности. Но подложный документ принудительно изымут и аннулирует соответствующим учетам в реестре как эффективно. А с вами был Юрий Садий Тельманов. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...